Субтитры делал DimaTorzok В этом случае вам Исрии Ведомини нельзя будет прокачивать никаких навыков, ой точнее нельзя будет прокачивать Исрии Ведомини некромантию экспертную до тех пор пока они не прокачают все навыки, она будет просто скрываться при прокачке. Помимо этого нельзя будет использовать свитки 4 и 5 уровня без отстройки гильдии магов, нельзя будет против соперника на маленьких картах использовать специализацию по заклинаниям 4 уровня пока вы гильдию тоже не отстроите. Против нейтралов в битвах можно будет, а против соперника например нет, ну и многое другое подобного тоже будет использоваться. Прочитать про это вы сможете на портале Hero's World, либо в описании самого плагина. Дальше вы можете забанить объекты, которые не будут появляться на карте. Например, хилл форты, это форты на холме. Не хотите, чтобы они появлялись? Все, ставите галочку, их не будет. Картографы, они очень читерные, не хотите, чтобы они появлялись? Убираем. Обелиски. Не хотите, чтобы вы и ваш соперник раскапывали Грааль? Ставьте галочку, их не будет на карте. Сами настраивайте, в общем, как хотите. Дальше, если вы хотите, чтобы у стартовых героев не было ситуации, когда у них приходит только один стек юнитов и вам непонятно как сражаться, армии жутко не хватает, ставьте эту галочку и всегда, точнее вот эту, и всегда будет второй стек у героя тоже. То есть минимум два стека будет всегда. Третий там рандомно, а два будет всегда. Если вы хотите, чтобы все три стека были всегда, для этого есть отдельный плагин, который подключается. Если вы хотите, чтобы всегда был отстроен второй юнит у вас в городе, таким образом сбалансировать игру, а то у кого-то будет только первый уровень юнитов отстроен, а у кого-то и второй, и первый. И тот, у которого и второй, и первый, у него больше армии, например, на старте. Чтобы было баланс, не можно поставить, чтобы всегда был отстроен второй уровень у обоих. И перестройка гильдии магов. Это нововведение, которое очень сильно упрощает и ускоряет процесс игры. Если вы поставите эту галочку, то в этом случае, когда вы все уровни гильдии магов отстроите в каком-то городе, вам можно будет собирать ресурсы на нужный уровень и перестраивать его с нуля. То есть вы собираете ресурсы, например, для отстройки первого уровня вам нужно, чтобы у вас там было 5 дерева, 5 руды, или 10 дерева, 10 руды, точно не по-моему, по 5, и 2000 золота. В этом случае, вот если у вас только ресурсов есть, вы зажимаете клавишу shift на клавиатуре, кликаете по гильдии магов, и у вас открывается перестройка гильдии. Нажимаете перестроить первый уровень. Все заклинания, которые были на первом уровне, пропадают, вместо них появляются новые. Причем учтите, что заклинания не повторяются до тех пор, пока все заклинания вы так не перестроите. Поэтому не хватает у вас, например, замедления. При перестройке оно может уже появиться. Но, например, есть уровни, на которых можно и 4, и 5 перестроек делать, пока вы найдете какое-то заклинание, потому что заклинаний мало там, на высокоуровневых уровнях заклинаний много, а стеков, слотов точнее мало. В общем, вкратце как-то так. То есть можно быстрее за счет перестройки гильдии магов не начинать заново где-то гильдию строить и опять долго нудно искать нужное заклинание, а просто построить все уровни, а потом перестраивать нужные уровни, пока не словите нужное вам заклинание. Но тоже имейте в виду, что в некоторых городах некоторые заклинания не появляются. Поэтому тут еще нужно знать механику игры. Вот в папочке с игрой лежит физмик, так называемая книжечка. Вот ее почитайте, чтобы ознакомиться с этими особенностями. И перестраивать или не перестраивать библиотеку при перестройке гильдии магов, это относится только к замку башни. В городе башня есть так называемая библиотека, которая расширяет количество заклинаний, слотов под заклинания на каждом уровне. Вот если вы хотите, чтобы у библиотеки не перестраивались при перестройке любой гильдии магов заклинания, а находились всегда в одном положении, тогда убирайте эту галочку, она не будет перестраиваться. А если вы хотите башенку прям усилить максимально, тогда сделайте, чтобы перестраивалась и библиотека вместе с заклинаниями на каком-то уровне. В этом случае можно будет еще быстрее, чем в других городах попытаться найти нужные вам заклинания.